Здравствуйте, друзья! Экспедиция Алтайский край-заповедный продолжает свое путешествие по Алтайскому краю. Честное слово, мы не устаем удивляться, сколько у нас удивительных и красивых мест. Ну вот, к примеру, соленые озера Романовского района. Лично меня расстроило только то, что пробыли мы там всего лишь два часа. Очень хотелось бы оказаться здесь не как журналисту, а как обычному туристу. Тем более для отдыхающих созданы все условия. Едут сюда гости из Владивостока, Кемерово, Новосибирска, даже из Германии приезжают. О наших земляках говорить даже не приходится. Ну а цель приезда у них одна – уникальные алтайские целебные грязи. Сейчас у меня под ногами находится в буквальном смысле здоровье и Алтайского края, и других регионов Сибири. Только вдумайтесь, здесь, в соленых озерах Романовского района, 5 миллионов тонн целебной грязи, которая способна лечить от множества заболеваний. Кстати, чтобы привлечь сюда еще больше туристов, на базе открывают музей, кого бы вы думали, гуся. Все логично. Село Гуселетово, рядом с которым находится база, именно этим птицам обязано своим названием. Гуси фарфоровые, гуси мечта нумизмата, гуси как символ спасения. Лично я, признаюсь, и не знала, что с этой птицей так плотно связана мировая история. Создатели музея уверены, это место обязательно привлечет туристов. Ну а следующая точка автопробега – Егоревский район. Здесь мы продолжили осматривать ленточные бары. Даже смогли почувствовать себя на месте оперативных дежурных, которые каждый день поднимаются по этой вышке, чтобы следить за пожарной обстановкой. Виды отсюда открываются волшебные. Но, если честно говорить, находиться на такой высоте нам было не особо уютно. Так что мы поспешили и спустились вниз, где нас уже ждали школьные лесничьи. Журналистам представилась возможность лично принять участие в защите природы. – Нажимайте, не боясь. Ваша задача, чтобы вот эта педаль дошла до поверхности земли. – Кидайте. – Кидаю. – Так, теперь вытаскиваете. – Просто вытаскиваете и все, да? – Просто вытаскиваете, да. – Просто вытаскиваете. – И теперь там. – Все. – Ну что ж, теперь я могу сказать, что еще одно дерево, посаженное корреспондентами телеканала «Акатунь-24», появилось на этот раз в Егоревском районе. Вот такие необыкновенные и приятные события происходят у участников экспедиции «Алтайский край заповедный». А мы продолжаем свое путешествие, чтобы рассказывать вам и о других удивительных точках нашей малой родины. Ксения Шубина, Алексей Шаульский. Из автопробега «Алтайский край заповедный».